Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 13 августа и я нахожусь сегодня дома, да, записываю этот ролик у себя дома, в домашних условиях. Итак, сегодня такая, да, нелётная пасмурная погода, поэтому я решила отменить свой поход на огород. Итак, сегодня я займусь квасом. Значит, квас яблочный готов. Вот, и его можно уже переливать, да, в стеклянные баночки, в подготовленные. Значит, ну, яблочный квас, да, вчера мы с вами из наших яблок, да, варили компот, делали яблочное чатни. Вот, и сегодня, значит, чтобы наш уже готовый компот перелить уже в банку стеклянную, да, для следующего захода, да, следующий, для того, чтобы сделать следующий яблочный квас, мы должны освободить, да, освободить вот эту банку. То есть здесь у меня компот с предыдущего захода, да, то, что я сделала, то, что я делала в предыдущий раз. Вот, то есть для того, чтобы следующий уже, значит, налить сюда следующую жидкость, да, и также сделать закваску, да, то есть добавить специи, я должна освободить тару. Да, то есть вот эта банка, да, она такая основная стеклянная банка, трёхлитровая, ну, у кого-то это может быть меньше, да, банка, то есть любая банка подходит, главное, чтобы она была стеклянная, да, и закрывалась сверху плотно. Вот, значит, мы должны освободить, да, эту банку для того, чтобы в следующий раз уже следующие, сделать следующую закваску, да, если у нас уже сварен компот. Значит, вчера мы с вами варили компот, да, из наших яблок, то есть жидкость, которая всю ночь простояла у меня на окне, она уже может быть готова, да, и мы её необходимо уже перелить в банку стеклянную, и, значит, заложить специи, закрыть её, поставить также дальше кваситься, да, на 3-4 дня. То есть вот 3-4 дня, от 3 до 4 дней, да, происходит вот этот процесс. То есть когда уже квас готов, да, с момента, когда мы переливаем, да, эту жидкость в банку и до того момента, как мы её отсюда выливаем и разливаем уже по мелким маленьким баночкам, да, проходит 3-4 дня. То есть больше не нужно, да, то есть какой признак, как определить, что квас готов. Во-первых, когда мы, да, мы должны открыть банку, вот я сейчас, да, открываю эту баночку, то есть как-то я уже вам рассказывала, да, то есть записывала ролик, значит, как тоже, значит, как готовить яблочный квас. Вот сегодня я ещё раз вам хочу показать, значит, этот процесс. Значит, вот я открываю крышку, да, и смотрим, во-первых, мы должны определить, да, понюхать, да, что квас готов. То есть по запаху и внешне посмотреть, да, если вот образовалась сверху такая пеночка, да, мы видим то, что пеночка уже образовалась пеночка, да, то, значит, это говорит о том, что уже, да, квас готов. То есть процесс с ображением уже пошли. Значит, можно его уже переливать, разливать по тарам и процеживать через сито, да, чтобы вот гвоздика, да, и шафран, которые находятся в этой банке, да, они не попали в банки. Их нужно выбросить, их нужно выбросить, да, они уже в банки, они не должны попасть в маленькие. Вот. Вот этот признак основной. Итак, значит, мы подготовили наши баночки, да, то есть подойдут любые банки, ну, они должны быть стеклянные, да, то есть обязательно чистые, сухие и с крышками, с герметично закрывающимися крышками, чтобы они, чтобы квас, да, напиток мог какое-то время, да, у вас стоять и не портиться. Либо в холодильнике, либо в комнате на полу в прохладном месте, темном. Итак, значит, мы берем сито, да, берем ситечко и, значит, переливаем отсюда наш напиток. Да, переливаем его и... Спасибо. 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 Получается, как-то, такая жидкость готовая. Такой получился красивый у нас напиток. То есть от чего зависит цвет, да, цвет зависит от того, насколько, да, много яблок мы положили, то есть настолько он будет насыщенный цвет, да, то есть от количества яблок, да, если мы что-то положили, еще какие-то яблоки, то зависит от цвета, да, компот будет менять свой цвет, да, жидкость. То есть мы нюхаем, да, но явно, что это квас, яблочный квас, да, также можно потрогать, да, попробовать на вкус, в отдельную тару переливаем, да, пробуем на вкус, вот, и аромат тоже мы с холистикой выпиваем, крышечками и ставим в прохладную место, либо в холодильник, либо на пол, на пол в прохладную место, отдельно. Вот, и также дальше мы используем любые банки, которые у вас нет, главное, чтобы они были чистые, да, и также наливаем все это. Ну, мы можем не до кранев наливать, потому что, чтобы осталось место, да, чтобы квас не вытекал, вот, наружу. Обязательно закрываем, все плотненько, да, и ставим на пол, либо в холодильник, значит, третья банка у нас, следующая, также продолжаем наливать. Так же плотно закрываем. Банка готова. Так, третья, четвертая баночка, то есть можно использовать любые банки, да, можно даже мелкие, в общем, все, что у вас есть, подойдет для этих пленей. Так же закрываем. И ставим в холодильник. Ну, то есть вот то, что у нас на дне осталось, тоже, конечно, можно это донять. Цель, чтобы сорвать кофе. Да. А. Вот последняя балка, остатки мы все сливаем, закрываем и так же ставим на пол, то есть банку мы полностью освободили, то что у нас осталось, гвоздика, шафран, это все осталось у нас в кисечке, это мы выбрасываем, то есть это у нас не должно попасть в наши баночки, в которые мы разливаем эту жидкость, потом банку мы промываем, чтобы она была чистая и сухая, и уже готовим ее для следующей пасты, заквашиваем уже следующую пасты для нашего кваса. Уже в следующем ролике я вам покажу этот процесс, как готовить яблочный квас, то есть сейчас я вам показала конечный результат, как мы уже готовый яблочный квас разливаем в банки, то есть конечный результат. Вот. В предыдущем ролике я тоже вам, когда рассказывала о квасе яблочном, я тоже вам показывала уже конечный результат. Вот. Но в следующем ролике, да, я вам покажу, как уже, как мы заквашиваем, да, как мы процесс приготовления яблочного кваса, то есть как заквашивать наш компот, нашу жидкость полученную в слое, да, и как из нее уже сделать яблочный квас. Ну а на сегодня все в следующем ролике. До свидания в следующем ролике. До свидания в следующем ролике.